С вами Доктор Кострик. Хочу напомнить, для быстрого поиска нужной вам информации лучше пользоваться плейлистами на канале. Кто не подписался, подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе обновлений. А лучшая награда за наш труд – это ваши лайки после просмотра видео. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить выпуск новых видео на канале Доктор Кострик. Сегодня речь пойдет о трещинах на пятках. Трещины на пятках – это проблема многих из нас, не так ли? Наши ноги подвергаются постоянному давлению, связанному с переносом веса всего тела. Неудивительно, что в результате незначительной небрежности, например, ношения тесной обуви, неправильного ухода или лишнего веса на ногах появляются мозоли, а кожа начинает трескаться. Какой бы ни была причина проблемы, нельзя легкомысленно относиться к сухим и потрескавшимся пяткам. Они могут сигнализировать о заболеваниях и неправильном функционировании организма. Сухая кожа стоп неэстетично и некомфортно. Проблема становится особенно острой летом, когда высокие температуры заставляют нас оголять ноги в сандалях или шлепанцах. Дело в том, что за трещинками на пятках нужно ухаживать круглый год, а не только в сезон отпусков. Огробевшая кожа представляет собой немалую угрозу для здоровья. Тогда легко создать болезненные ранки, которые являются легкой мишенью для бактерий и развития инфекции. Однако это не единственная угроза, с которой мы можем столкнуться. Несмотря на то, что кожа на пятках в два раза толще, чем на других участках тела, растрескивание пяток – не редкость. К основным причинам сухости ног относятся неправильно подобранная обувь, которая сжата или изготовлена из синтетических материалов, лишний вес, дефекты и аномалии строения стопы, частое ношение высоких каблуков, беременность, несоблюдение гигиены, диета с низким содержанием жирорастворимых витаминов А и Е, дефицит ретинола и токоферола сопровождается шелушением, образованием ранок в уголках губ и другими неприятными симптомами. Недоедание, неправильно проведенные косметологические процедуры, генетическая предрасположенность, прием определенных лекарств, например, таблеток для разжижения крови. Одна из причин – потеря влаги. В коже ног и так мало сальных желез, а если эпидермису не хватает жидкости, его клетки сжимаются, провоцируя появление трещин. Со временем они становятся благотворной средой для микробов. Трещины на пятках также часто встречаются у пожилых людей, чья кожа уже не такая упругая, как раньше. Возраст также способствует меньшему уходу и питанию кожи стоп, что часто является следствием неспособности самостоятельно заботиться о собственных потребностях и гигиене. Помимо эстетической проблемы, трещины на пятках могут многое рассказать о состоянии нашего организма. Это явление часто встречается у людей, борющихся с ревматизмом, а также кожными заболеваниями, такими как псориаз, экзема или атопический дерматит, нарушение функции щитовидной железы, авитаминоз различной этиологии, нарушение гормонального фона в результате беременности, климакса и т.д. Диабетики. Довольно большая группа людей, страдающих от сухости ног. Сахарный диабет способствует чрезмерному высыханию и растрескиванию кожи. Еще одно состояние, на которое могут указывать трещины на пятках, это гипотиреоз. В этом случае сухость кожи стоп обусловлена замедлением кровотока, что приводит к шероховатости и образованию мозолей. Все это в результате приводит к одновременному присутствию роговевших натоптышей, гиперкератоза и общей сухости кожи у пациента. Такой сухой участок гиперкератоза не выдерживает давление, которое оказывается на него при ходьбе и трескается. Глубина трещины может быть разной, от незначительной до очень глубокой, вплоть до сосочкового слоя дермы, где расположены сосуды. В последнем случае при давлении на стопу пациента сильно беспокоит боль и выделение крови из трещины. Иногда трещины на пятках напрямую связаны с деформациями стопы, такими как плоскостопие, которое способствует неадекватному давлению на стопу. То же самое относится и к подошвенному фасциту, широко известному как пяточная шпора. Болезнь почек, синдром Дауна и даже лимфома, один из наиболее часто диагностируемых видов рака крови, являются другими примерами заболеваний, вызывающих неприятное растрескивание и сухость пяток. Стопы – чрезвычайно чувствительная часть тела, требующая особого внимания и ухода, поскольку нагрузка тела на них постоянная, гуляя, двигаясь, занимаясь спортом или работая физически, они подвергаются постоянному давлению. По этой причине следует позаботиться об их комфорте, выбрав удобную обувь, соответствующую размеру и форме стопы. Также стоит уделить внимание ежедневному уходу, без которого регенерация, то есть восстановление сухих, потрескавшихся пяток невозможно. Для этого следует приобрести увлажняющие кремы с мочевиной для очищения кожи, которая не только увлажняет, но и тонизирует кожу, предотвращая ее растрескивание и пересыхание. Рекомендуемым лечением также являются ванны, в которых ноги подвергаются термическому удару. Замачивание сухих пяток попеременно в горячей, а затем в холодной воде способствует улучшению иннервации и стимулирует ткани к восстановлению поврежденного эпидермиса. Людям, борющимся с сухими, потрескавшимися пятками, стоит позаботиться об изменениях в ежедневном меню. Особенно важно включить продукты, богатые витамином А и свежие овощи, которые обогатят рацион необходимыми минералами и питательными веществами. Здоровое питание скажется и на улучшении состояния кожи. Вопреки видимому, специалисты не советуют пользоваться пемзой и самостоятельно отшелушивать огрубевший эпидермис. Причина проста. Пемза является местом обитания бактерий, которые легко проникают на поверхность сухой кожи, приводя к развитию опасных инфекций. Разумным выбором будет обратиться за помощью к профессионалу, то есть к ортопеду или опытному косметологу. Однако следует учитывать, что борьба за регенерацию запущенных пяток может занять некоторое время. Однако с профессиональной помощью и выполнением рекомендуемых косметических процедур вернуть ногам белую славу может стать реальностью. Для заживления трещин можно использовать препараты с метилурацилом, витамином В5, противомикробным действием. Для профилактики трещин на пятках также следует увлажнять кожу теплым оливковым маслом, делать массаж, использовать жирный крем или мази с вазелином. Если каждый день пятки намазывать метилурацилом, то они всегда будут гладкими и мягкими. Если рана сильно воспалилась, либо на коже образовался гнойник, то используют левомиколь, где основу составляет тоже действующее вещество. У людей с трещинами на пятках часто выявляется нехватка витаминов Д, В, А, Е. Пропейте курс этих витаминов согласно инструкции и вполне возможно, что организм сам справится с сухостью и трещинами. Профилактика трещин на пятках заключается в следующем. Купите качественную и удобную обувь. Попробуйте применять силиконовые стельки. Обогатите свой рацион фруктами, овощами, зеленью и цельнозерновыми кашами. Соблюдайте питьевой режим. При появлении незначительной сухости на пятках применяйте вазелин для смягчения кожи пяток. Дирексил смягчает кожу пяток за счет содержания глицерина. Мазь календулы имеет противовоспалительный эффект. Надеюсь, информация была полезна для вас. Не забываем комментировать видео. Будьте здоровы! До новых встреч!